Всем привет, друзья, меня зовут Компот, и добро пожаловать на моё новое видео. Если вы слышите вот это... И слышите вот это... Не обращайте, друзья, на это внимания, потому что совсем недавно я, наконец-таки, купил себе новый компьютер, он мне пришёл. Также я купил себе новый девайс, новую клавиатуру, новую мышку, новые наушники. И, к сожалению, ничего настроить я ещё не успел, а видео вот снимать надо, друзья. И поэтому, если вы будете слышать нажимание клавиш, стуканье мышкой, друзья, это всего лишь на одно видео. Я обязательно настрою всё это так, чтобы ничего не шумело, и всё было, как прежде, даже ещё лучшим качеством. Ну, наконец-то, теперь у меня не будет лагать Майнкрафт, и не будет у меня, наконец-то, шуметь компьютер. А то постоянно у меня на записи шумел компьютер. Ну, ладно, всё, собственно, мои радости закончились. Я думаю, что вы за меня очень рады, что я, наконец-то, купил себе новый компьютер. В истории ВК я у себя уже показал, так что, если ты хочешь посмотреть на мой новый компьютер, то тогда, пожалуйста, заходи на мою страницу ВК. Ну, а сегодня, друзья, мы с вами сделаем кое-что интересное. Мы построим самый настоящий бункер в домике ведьмы. Мы уже строили его в деревне. Так, друзья, я немножечко отвлёкся, и что ж, вот у нас есть хижина ведьмы, и прямо сейчас я там хочу построить настоящий бункер. Но я это уже вам говорил. Что нам нужно для бункера? Во-первых, нам нужен, конечно же, обсидиан. Конечно же, нам нужен бедрок. И нам нужны ещё железные блоки. Теперь, что мы делаем? Мы должны с вами придумать секретный вход в этот, как раз-таки, бункер. Где он у нас будет? Ну, точно не под верстаком. Я предлагаю вам его сделать под тигелем. Ставим тигель временно сюда, и долбим тут вот такую вот дыру, точнее спусковое отверстие. И прямо сейчас мы поднимаемся, и заходим в мод, который называется Secret Block. Отсюда мы берём вот такую вот интересную штуку. Сейчас я вам её покажу. Вот эта штука, по-моему, да, она? Да, она, смотрите, мы ставим её сюда, хопа, и она принимает текстуру вот этого дерева. И если мы её откроем, то это будет работать как обыкновенный люк. Блин, друзья, очень крутой мод, ещё раз повторюсь. И так, чтобы никто не смог сломать вход, мы его, конечно же, обкладываем бедроком. Если вы играете на сервере, и бедрок вы найти просто не можете, то тогда вы можете спокойно купить либо его в магазине, либо же заставить обсидианом. Это, в принципе, не принципиально, это не важно. Следующий слой мы делаем из обсидиана. Так, 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 блин, друзья, как хорошо, Майнкрафт не лагает, ничего, компьютер не шумит. Это просто идеальный компьютер, я его собрал. Так, друзья, кого интересует, какое там железо, я, наверное, скоро запущу стрим ВК и полностью покажу свой компьютер. Поэтому обязательно подключайтесь, заходите на мою страницу ВК и делайте там максимальную активность. Ведь только там я отвечаю некоторым подписчикам. Не всем, конечно, потому что многие люди мне спамят, я попросту не вижу сообщения, потому что многие спамят, там названивают мне. Ну, есть, конечно, да, такие люди, которые не понимают, что у меня, к сожалению, нет времени, что я постоянно снимаю видео. Ведь видео у меня выходит каждый день. Так, ну, я думаю, на такой глубине, в принципе, будет нормально, бункер. Хотя, знаете что, давайте вот на такой глубине, я думаю, вот эта глубина будет намного-намного лучше. Обкладываемся железными блоками, ведь железо это очень-таки хороший, красивый такой бункерный материал. И все, смотрите, тут у нас с вами будет вход. И что мы тут с вами будем делать? Смотрите, во-первых, мы с вами тут поставим сейчас железную дверь. Так, вот эту, во-первых, все заделаем. Так, 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 так. И здесь мы с вами нальем воду, потому что люди будут, так сказать, прыгать сюда. Так, наливаем сюда воду, закрываем. Тут, смотрите, они сюда прыгают, проходят сюда. Да, тут у нас первая защита. И первая защита это обыкновенная железная дверь, которую не так уж сложно, друзья, преодолеть. Все мы это прекрасно знаем. Так, значит, мы ставим сюда железную дверь. И теперь мы снова заходим в мод Secret Block. И выбираем уже вот этот вот блок. Нет, вот этот вот блок. И ставим его вот сюда. Нет, я сказал вот сюда. Черт, нужно вот это вот еще железными блоками заделать. Тогда поставится нормально. Вот сюда мы ставим этот блок. И смотрите, когда человек подходит, он нажимает на этот блок, и дверь открывается. Вы спросите, как это работает? А это просто замаскированная секретная кнопка. Вы можете выходить так же, нажимать на нее. Так, вот с этой стороны надо нажимать. Или как там? А, кнопка с одной стороны. Окей. Можно, знаете, вот тут вот сделать этот блок еще. Черт, да емае. Че, как сегодня идет все против меня. Так, ставим вот сюда вот еще блоки. Так, и хопа. Блин, друзья, это офигительно защитово. Посмотрите, никто никогда не догадается. Все подумают, что дверь просто заперта, и все. Так, что мы делаем дальше? Смотрите, дальше я вам предлагаю сделать следующий небольшой такой механизм, так сказать. Если это можно так назвать. Берем нотный блок, и мы с вами еще берем, берем, берем растяжечку. Где у нас растяжечка? Так, вот у нас ниточки. И вот у нас, вот у нас крючок. Смотрите, что мы с вами делаем. Мы с вами вот тут вот копаем такое отверстие, так сказать. Ставим сюда блок нотный. Ломаем над ним блок. И смотри, сюда мы ставим крючок. Дальше, тут мы делаем то же самое, друзья. Ставим блок, на него ставим крючок, я сказал. Так, и теперь это мы все с вами закрываем. И теперь мы прокладываем сюда такую штуку. И смотрите, когда человек будет проходить... Черт, у меня чирикает попугай. Как же меня это задолбало. Смотрите, когда человек будет проходить, будет издаваться звук. И никакой грифер тут секретно ничего не взломает. С помощью, там, не знаю, флайхака не пролетит. И вы это обязательно услышите. Поэтому мы это все с вами закрываем. Вот такая вот у нас тут незаметная растяжечка будет находиться. Можно, конечно, лучше спрятать. Но я решил спрятать все-таки вот так. Так, освещение. Не забываем про освещение. Освещение у нас тоже должно быть. И знаете, что давайте сделаем? Ну-ка, вот так вот оно будет светиться. Да, смотрите. Вот тут две лампы. И когда кто-то проходит, издается звук. И также загорается лампа. Но вы звука не видите, потому что я звука отключил. Так, отлично. Мы ставим сюда вот еще железные блоки. Вот так, вот так, вот так. Смотрите, какая у нас уже крутая защита получается. Но это, друзья, не все. Мы с вами берем липкие поршни. Да, да, да. Липкие поршни. Мы их ставим, ну, примерно, давайте вот сюда вот и поставим как раз таки. Так, и теперь мы должны сделать вот такой вот интересненький, небольшой, еще раз повторюсь, механизм. Мы ставим сюда блок. На него мы ставим кусочек редстоуна. И подводим кусочек редстоуна вот таким вот образом. Тоже незамысловатым. Все очень-то довольно-таки, друзья, просто так. Так, подводим вот сюда. И смотрите, теперь, когда мы активируем его с вами, у нас будет закрываться вход. То есть мы ставим сюда рычаг. Хоппа. Вход закрылся, вход открылся. И вы спросите, наверное, а как мне это все активировать? Как мне это все открывать, друзья? А все очень просто. Вот, ой, вы не представляете, насколько все просто. Знаете, давайте даже вот так вот сделаем, чтобы было еще проще. Мы вот так вот это все подведем. Так, так, так. Вот так. И вот тут вот у нас будет, друзья, секретный рычаг. Мы его опять-таки берем из этого мода секрет-блог. Берем этот рычажок и ставим его вот сюда. Черт. Я сказал, ставим его вот сюда. И... Хоппа. Все, отлично, друзья. Выходим теперь вот сюда. И смотри, что мы можем. Мы-таки заходим сюда. Хоппа. Потом нажимаем на этот блок. И все задвигается. Черт, не все задвигается. Я, видимо, накосячил с механизмом. И да, я накосячил с механизмом. Черт, блин. Нужно сюда, знаете, вот так вот блок поставить, чтобы это все не косячилось. Черт, я закрыл сам себя. Открываем. Все, смотрите, друзья. Теперь у нас механизм полностью работает. Блин, мне очень нравится вот этот вот бункер, который мы сейчас с вами строим. Если вам тоже нравится, то ставьте лайк и обязательно подпишитесь на мой канал. Так, друзья, строим дальше. Блин, как меня раздражает эти нажатия клавиши, потому что клавиатура у меня новая. Это, опять-таки, игровая. Очень крутая. Не знаю, зачем я ее купил, потому что в играх на компьютере я не играю. Я вот только снимаю Майнкрафт. Так, что мы делаем теперь с вами дальше? Теперь мы с вами должны сделать обычную деревянную дверь. Она как раз-таки и будет уже таким нормальным, так сказать, входом в наш бункер. Мы делаем деревянную дверь, открываем ее, и тут у нас будет, так сказать, сидеть контролер. Сейчас мы построим будку для контролера. И черт, мне, наверное, бы лучше выпить какой-нибудь зелье, чтобы вы тут все видели, потому что, ну, так сказать, не камильфо, что вы ничего не видите. Все-таки я для вас снимаю видео. Все, мы выпили зельку с вами. Смотрите, тут у нас, короче, будет сидеть такой мужик, который будет проверять, вы это пришли, не вы это пришли. Вот так вот сейчас это все закроем вот тут вот. Все, отлично, мы это все вот тут закрыли. Теперь мы ломаем вот тут вот ему небольшое, так сказать, место. И ставим сюда ему дверь. И смотрите, сюда вот мы с вами поставим, давайте, вот такой вот стек... Нет-нет-нет-нет-нет. Поставим лучше блок стекла. Да, почему бы и нет. Блок белого такого вот пуль непробиваемого стекла. Так, дальше вот тут вот мы делаем все красивенько. Ой, черт, у меня упал поп-фильтр с микрофона. Смотрите, что мы делаем дальше. Дальше мы опять-таки все застраиваем. И вот сюда уже можно посадить, в принципе, контролера. А контролер у нас будет кто? Правильно, обычный житель Майнкрафта. Ведь они достаточно универсальные. Жители могут работать на абсолютно любой профессии. Давайте поставим ему сюда, не знаю, сундук, чтобы он тут мог хранить свои вещи. Верстак и чтобы он мог перекусить, так сказать, печку. Ага, ага, все, зашибись. Такой, так сказать, его мини-домик готов. Можно вот тут еще вот так вот сделать. Ну, потолок, давайте потолок тоже для красоты сделаем. Почему, собственно, ему и не сделать потолочек. Так, еще бы освещение поставить, но этим я потом уже, наверное, займусь за кадром. Так, отлично, друзья. Вот такая вот фигня у нас крутая получается. Ставим сюда. Черт, я дверь сломал. Хорошо, поставлю дверь назад. И вот, смотри, что у нас уже с вами круто получилось. И теперь, наконец-то, мы с вами сделаем уже основной вход в бункер. Что мы берем? Мы берем дверь, устанавливаем ее вот сюда. И все, пожалуйста, у нас тут уже будет настоящий бункер. И что мы в этот бункер запихнем, друзья? А правильно, во-первых, не забываем про то, что мы должны взять бедрок. И мы должны с вами взять обсидиан. Мы берем, ломаем. Сразу говорю, друзья, вы можете построить абсолютно другой бункер. Цель этого видео просто подать идею, что как раз-таки в домике ведьмы им можно построить бункер. Смотрите, мы вот так вот заколачиваем все двери, чтобы никто не смог тут прокопаться к нам. Это можно, в принципе, сделать по всему периметру. Но я сомневаюсь, что вы в выживании накопаете вообще столько ресурсов. Итак, стиль у нас бункера будет какой? Правильно, вот такой вот блок у нас будет. И давайте скопаем себе, не знаю, территорию. Раз, два, три, четыре, пять. Пять на пять давайте. Не, не пять на пять, немного даже побольше. Раз, два, три, четыре, пять. Теперь раз, два, три, четыре, пять. И смотри, что мы с вами делаем. Ну, точнее, что я делаю. Я хочу сломать вот тут вот блок. Вот так вот, отлично. И теперь я пишу вот тут вот следующую команду, которая называется set0. Вы это, конечно, все будете делать руками, но чтобы мне, так сказать, скоротать время, я сделаю это вот так. Ух ты, офигенно получается. Правда, я хочу еще на пять блоков прокопать. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре. Отлично. Ставим сюда блок. Так, хопа, теперь вылетаем сюда, ставим хопа. И пишем следующую команду, которая называется set0. И тадам, смотрите, какой гигантский у нас бункер получился. Так, блок 98. Мы ставим с вами вот такую штуку. Пишем set, set98. Друзья, я сразу говорю, вот то, что я делаю, это мод. Вот, у вас так выживание не получится, потому что, ну, я как бы его специально скачал, чтобы видео время скоротать, и чтобы вот так вот долго ничего тут не делать, там, ваше время не занимать. Просто вам показать, как будет выглядеть этот крутой бункер. Так, смотрите, мы с вами вот тут вот еще тоже все сетаем. Обязательно все, друзья, за сетаем. Просто вот подчистую, так сказать. Так, сетаем тут. И вот тут вот давайте вот так руками поработаем. Вот так вот сделаем. Хоп, хоп, хоп. Ставим сюда блоки. И, блин, друзья, ну реально офигенный бункер получается с офигенной защитой. Не забываем также про освещение. Но этим, наверное, я уже займусь попозже, да. Сюда мы поставим с вами кровать. Давайте вот так, вот так, вот так, вот так. И сделаем с вами вот тут вот такой вот разделитель кроватей. Так, отлично. Хоп, хоп. Смотрите, теперь мы тут с вами делаем над каждой кроватью вот такую вот штучку. Сейчас я вам расскажу, для чего это. И сверху ставим еще одну кровать. А вот эти вот штуки мы убираем. Так, хопа и хопа. Отлично. Дальше, смотрите, сюда на эту колонну мы ставим каждому, так сказать, по сундучку. Так, 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 так. Теперь мы с вами берем лесенку. Лесенку мы с вами поставим вот сюда, чтобы люди могли забираться на вторую кровать, так сказать. Спать на первой кровати и спать на второй кровати. Это, в принципе, уже не важно. Кто где захочет, тот там и заснет, так сказать. Что-то я могу, говорю, так сказать. Посчитайте, кстати, сколько я в видео сказал, так сказать. Напишите в комментарии. Так, поставим сюда дверь. И вот сюда поставим дверь. Типа это будет такой каркасик небольшой. Сюда поставим дверь и сюда поставим дверь. Дальше мы с вами сделаем кухню. Так сказать, небольшой фудкорт, где можно покушать. Мы с вами поставим сюда много-много печей, потому что посетителей бункеров у нас будет очень много. Вот такую вот стену из верстаков. И очень, друзья, много сундуков, чтобы помимо того, чтобы хранить свои вещи, можно было еще и что-нибудь такое годненькое положить. Так, так, так. Теперь мы с вами еще, знаете, что должны сделать? Мы с вами должны сделать столик. А столик у нас делается из вот таких вот штук. И из забориков. И, конечно же, из обычных ступенек. Но вы можете сюда что угодно засунуть. Я решил вот такой вот, в принципе, бункер небольшой сделать. Я думаю, что мне этого, друзья, ну уж вполне хватит. В таком бункере я смогу защитить себя и игроков сервера. Тут хватит, я думаю, в принципе, места на всех. Так, отлично. Ставим теперь сюда сидушечки, чтобы люди могли сидеть и кушать. Так, так, так. Вот так давайте поставим. Блин, ну прикольно получается. Короче, мне прям вот очень нравится. И также не забываем, друзья, сделать библиотеку. Потому что, ну чем заниматься в бункере? Читать, конечно же, книжки. Книжки читать, это очень полезно. Друзья, читайте книжки. Так, ставим сюда вот такие вот книжные полочки. Хопа, хопа, хопа. И, друзья, ну в принципе, прилично получается. Сюда можно еще раз весить картины. И поставить все, что угодно картины. Зашибись, я сказал. Друзья, извиняюсь, я просто не спал всю ночь. Вот сейчас сижу, монтирую и одновременно записываю видео. Ну, собственно, вот такой вот крутой у нас бункер с вами получился. С офигенной защитой. Так, сюда я забыл заспаунить жителя. Так, давайте его прямо сейчас заспауним. Так, хопа, жительник сидит тут. Выходим, хопа, работает наша сигнализация. Открываем нашу дверь, закрываем нашу дверь. И поднимаемся вверх, друзья. Можно еще лестницу, в принципе, сделать. И теперь тир возвращаем, конечно же, на место. И вот скажите мне, вот кто-нибудь бы из вас догадался, что тут находится бункер? Ну, вот давайте только честно. Я думаю, что нет. Вы, наверное, бы просто пришли, посмотрели, что это домик ведьмы, и ушли. В принципе, ничего интересного. Но на самом деле, под этим домиком ведьмы скрывается самый настоящий секретный бункер в Майнкрафте для всего сервера. На случай зомби-апокалипсис, ядерного апокалипсиса, или, не знаю, нашествия гриферов или читеров, или просто там можно домик свой заныкать. Ладно, друзья, сегодня я вам показал, как построить бункер. Пишите, где мне еще построить бункер. Я уже строил бункер в деревне, строил бункер вот тут-вот. Где мне еще построить бункер? Обязательно напишите в комментариях. Ну, а с вами я вынужден попрощаться. Я пошел снимать, друзья, следующее видео. Всем удачи, всем спасибо, и всем пока!